Добрый день, меня зовут Хмельевская Ирина, я коуч и психолог. У нас сегодня 21 апреля 2017 года лекция по развитию инстаграма и по привлечению клиентов через инстаграм для коуча и психологов, а также людей вообще помогающих профессии и людей, которые занимаются оказанием услуг. Ну то есть это вообще в принципе коучинг, макетинг услуг, ну то есть фотографы, массажисты, астрологи, теорологи, они все то же самое делают и консультации любые, консультирования любого, оно все подходит под этот же профиль, поэтому вот давайте мне немножко, вот у нас есть инстаграм, какое-то количество подписчиков, Аня, ты не знаешь сколько у тебя подписчиков, потому что я у всех спросила, там 200-300 человек где-то вот сейчас есть у тебя. Какой-то своей жизнью живет инстаграм. То есть, вообще не знаешь, хорошо. Ну и мы с этим-то еле успеваю, с этими одноклассниками, с фейсбуками, с контактами, ну еще инстаграм. Ну на самом деле инстаграм это отдельная работа. Ну то есть если вы хотите развивать, вот прямо усвоите для себя, что инстаграм это работа. Инстаграм нужно уделять время, инстаграм, то есть, ну вот. А что из этого бросить? Потому что добавить еще верно. Ты знаешь, специалисты по раскрутке в соцсетях рекомендуют все-таки выбирать какой-то один источник, вообще один источник поступления клиентов. Но я поддерживаю фейсбук и инстаграм в основном. В контакте у меня сыпятся посты через инстаграм, то есть я делаю просто туда перепост, ну то есть ставлю галочку поделиться в твиттер, в инстаграм, там еще куда-то там. Подожди, то есть в контакт? Вы заходите через инстаграм? Нет, в контакте я не пишу, особенно чего-то там отдельно. Из контакта в инстаграм? Нет, из инстаграма в контакт. Есть возможность поделиться из инстаграма в контакте, в фейсбуке, в твиттере. То есть там просто ставишь галочку поделиться и он тебе во всех соцсетях... В одном месте можно делать? Да, да, да. Кроме того, мне обещали дать программу, там сейчас, где вообще в одном месте только пишешь, а все остальное она раскидывает по соцсетям, причем определенное время еще и в определенные дни. Я вам обязательно ее скину. Я просто вчера писала какой-то пост и мне женщина написала, что у меня есть вот такая программа, которая все раскидывает по часам и по всем этим. Я говорю, это мечта, давайте мне вот эту программу. Потому что, конечно, внимания на все соцсети не хватает. Получается, что мы можем... послать в контакт, да. Некоторые, они даже вообще... Мы не поддерживаем такую ссылку. А здесь я могу... А ты, получается, здесь... Нет, ты вообще в одном месте только пишешь пост и картинку, и он тебе по соцсетям все раскидывает, вот эта программка. Угу. 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 Я уже не знаю, там платная, она или не платная, там сколько чего. Но я обязательно пришлю ссылку всем, кто был там на вебинаре, вы мне главную почту напишете и я всем все пришлю, потому что без разницы. Либо в инстаграме опять же опубликую свою ссылку на эту программу замечательную. Потому что я обычно делюсь всеми источниками, все, что вот приходит, все, что узнаю. Итак, первый вопрос. Давайте, вот у вас есть инстаграм. Зачем вам нужен инстаграм? Вот поставьте какую-то конкретную цель, находясь прямо сейчас здесь. Зачем вам нужен инстаграм? Я коуч, поэтому я вот наставлю на каких-то очень конкретных целях. Если вы прямо сразу сейчас озвучите, скажете, вот я хочу, например, 10 тысяч подписчиков, там за 3 месяца или за полгода. И чтобы приходили с инстаграм клиенты, ну там по 2-3 клиента в месяц или по 10 клиентов в месяц. Я не помню сколько там у Лаковского, по-моему там 35 тысяч подписчиков там или сколько-то я смотрела здесь недавно совсем. Еще у кого-то там по 10, у Армена Петросяна 10 тысяч подписчиков. Ну, понимаете, 10 тысяч вообще имеет смысл говорить о том, что вы набрали какое-то значимое количество подписчиков от тысячи человек. Вот тысячи. То есть до тысячи это очень маленькая такая аудитория у вас. Но тем не менее, смотрите, у нас очень специфическая профессия, у нас профессия там психологи, коучи, да. И мы делаем упор даже не на количество. Я всегда всем рассказываю, что я открывала когда свой центр, тренинг-центр, у меня было 500 человек. Из 500 человек я всегда набирала группы, всегда приходила там на творческие группы, там 6, 7, 8, 10 человек, там 15 человек на танцы, у нас там 20 человек приходили на танцы. Вот мне хватало вот этой вот конверсии за счет того, что у нас мастер-классы шли чуть ли не каждый день. Представляете, вот они каждый день идут, у нас всего 500 человек, с этих 500 человек все приходят. Ну, то есть это дело не в количестве, а дело в том, как вы относитесь вообще к своим людям, вот к аудитории, которая к вам подписывается. Про это я тоже вот буду рассказывать. Поставьте вот прямо сейчас цель все равно, пусть это будет какая-то количественная цель, пусть это будет, ну вот цель действительно, чтобы к вам приходили клиенты, сколько клиентов вы хотите, по какой теме вы хотите клиентов там. То есть точно так же мы точно так же здесь определяем нишу, определяем целевую аудиторию. То есть по какой теме вы будете там писать. У вас помните определение ниши, сначала то, чего вы хотите, ну то есть вот вы концентрируетесь, да, сказка терапии, например, семейная терапия там. Индивидуальные консультации для, ну давайте не будем тревожных, давайте для семей, я уже просто про них рассказывала, все время про тревожных проект. Для семей давайте там, хорошо, семейное консультирование. Ну то есть сначала вы определяете свою нишу, в которой вы будете писать и в которой вам интересно. И поставьте вот прям эту цель, да, на какой-то период времени. То есть вам сейчас интересно семейное консультирование, занимайтесь семейным консультированием. Не пишите сразу, знаете, вот там многие очень пишут про все на свете. Ну то есть вот прям, я психолог по всем, я занимаюсь и любовью к себе, я занимаюсь и нарциссическими расстройствами, и занимаюсь маленькими детьми, и занимаюсь семьями. Ну такого не бывает, ну я не верю, что вы специалист по всем этим случаям. Ну потому что если вы занимаетесь там подростками, то маленькими детьми это совершенно другая психология. Там учиться надо вообще еще отдельное количество лет. Ребят, ну специалистам во всех вот областях не надо быть. Сустьте нишу, прям вот чем тоньше вы нарежете, прям вот слайз, прям маленькие кусочки, тоненькие кусочки. То есть ниша ваша тоньше, чем тоньше ваша ниша, помните я рассказывала про морских коньков, вот. Чем тоньше ваша ниша, тем лучше. Сконцентрируйтесь на каком-то одном предмете, сконцентрируйтесь на какой-то одной теме. И начинайте ее раскручивать. Все, прям вот, тема как бы счастливая. У меня, да, вот прямо сейчас только что психолог, мы с ней думали, думали какую тему взять. Она говорит, слушай, вот мне всегда интересовала тема счастья. Ну это тема. Это прям вообще тема. Ну я понимаю прекрасно, чтобы быть счастливым, над счастьем тоже нужно работать. То есть несчастным быть гораздо проще. Несчастным быть проще. В позиции жертвы быть гораздо проще. И тема счастья, это вот прям, очень многие приходят, мне говорят, шарики не радуют. Ну то есть я купила, они не радуют. Ну вот из этого анекдота. Потому что, ну действительно, вот все есть уже когда у людей. У них уже все там. И деньги, и там жена, и семья. И уже там все выросли. И куда поехать, куда хочешь, можно. Все, и бизнес, и все развивать. И что дальше, куда дальше. Все, они не знают, какой там радости нет. Вообще не умеют находить люди радости в жизни. Либо работа только, либо наоборот только семья. И они говорят, хорошо, мы сейчас, может быть, в семье не нашли какое-то счастье. Может быть, сейчас мы в призвании найдем счастье. Баз, поработали там, ну и там тоже не нашли счастья. То есть счастье, это прям вот отдельная тема счастья. Возьмите вы ту тему, с которой вам интересно работать. Это вот точно так же ниша. Это первый шаг, и вы ставите действительно цель. Вот вы сейчас написали цель, что вы хотите добиться, чего вы хотите с помощью инстаграма добиться. Можно озвучить, я это вырежу. Я все личные какие-то ответы вырезаю. Чего вы хотите с помощью инстаграма. Ань, чего ты хочешь с помощью инстаграма. А там еще такое пояснение. То есть там можно что, картины, тексты, музыка, звук там можно тоже или нет? Сейчас расскажу. Вот это мне просто понятнее. Самое главное, чтобы понятнее крепиться. Ну давайте дальше. Я поняла, что фотографии. Да-да-да, давайте немножко расскажу про инстаграм. Вообще инстаграм, ну то есть это фото. Основное, конечно. К ней какой-то текст. Желательно не сильно длинный. Видео одна минута можно делать. Одна минута и все. Видео всего одна минута можно выкладывать, да. И плюс прямые эфиры, которые не сохраняются. То есть фейсбук нам позволяет сохранять прямой эфир. И он остается как видео в прямом эфире. Ну то есть вот эта запись остается. Можно его пересматривать много количества раз. Люди заходят и пересматривают. Прямой эфир в инстаграме не сохраняется. Но проводить его можно. То есть вы тоже можете привлекать внимание. То есть вот сейчас у нас идет там лекция, да. Можно включить там вот инстаграм прямой эфир. Ну вот сейчас скажите. Мне очень важно, чтобы вы определились с целью. Зачем вам нужен инстаграм? Сколько вы хотите подписчиков? Ну я продолжу то, что я вам поняла. Распичку гены. Так. Это такой постановческий проект. Цель обновления нации. 10 тысяч подписчиков за 6 месяцев. Супер. И сыграть в 2 раза в месяц группу только 10-15 детей будет. Отлично. Вот прям очень конкретные цели. Прям можно. 30 маленьких шагов. Многомесячные. И еще индивидуальные какие-то консультации. Видишь, они все-таки дали плоды. Я уже прям чувствую, что все четко очень. Действительно. Какая школа? Чего хочется? Какая цель? Сколько? И за какой срок? Вот срок тоже очень важен. Обращайте внимание. Действительно за какой срок вы себе ставите. То есть 6 месяцев 10 тысяч. Это примерно по тысяче с лишним подписчиков в месяц. То есть ты примерно уже можешь прикинуть сколько тебе в день нужно набирать подписчиков. А вот да, да, да. Начинай откручивать, читать и прям вот план какой-то на день там ставить. Потому что работа в инстаграме это ежедневная работа вообще. Ну я понимаю, что вот кстати не обязательно им много прям времени уделять. Но это каждый день хотя бы вот чуть-чуть. Периодичность 1-2 раза в день. Либо каждый день, либо через день. Какой вопрос был? Эверноут на ноутбуке. Эверноут на ноутбуке, на Эверноут в телефоне. Они синхронизированы, да. То есть очень удобно. Эверноут позволяет бесплатно два устройства подключить. Поэтому на телефоне, да, и в компьютере. Ну любой синхронизатор на самом деле можно использовать. Ну я не знаю, там веб-поле наверное ноут позволяет вот это вот записки какие-то там еще что-то. Ну то есть самое главное, чтобы у вас была возможность набирать эти тексты. Тексты пишите небольшие. Про тексты сейчас еще скажу. Ну вот прям задача написать небольшие тексты. Они говорят, вот мы красиво и развернуто можем писать, чтобы написать в трех предложениях. Контент? Ну для взрослых. Тупо старшие. Тексты. Не надо развернутые тексты писать. Особенно в инстаграме. Просто расскажу, да, вот ты сказала, да, про то, что девушка сидит в метро и листает. Инстаграм сейчас самая быстро растущая социальная сеть в мире. 400 миллионов человек очень быстро инстаграм набирают. Но там есть особенность. Потому что особенности это в основном молодые. И там очень много женщин. Инстаграм это женская сеть. Да, там есть мужчины. Они больше профессионально на нее специализируются. Но потому что у них клиенты женщины. Ну потому что основная масса там сидит домохозяйки. Женщины действительно, которым там грустно, скучно, которые сидят вот в метро. Смотрите, у нас в метро в Москве все сидят и смотрят эти ленты в инстаграме. Блога ни в такого не увидит. Ну все, биодика она тоже на женщин рассчитывает. Ну да, но у нас основная масса клиентов, да, это женщины. Даже журналы по ремонту. Согласна. А вообще у нас клиенты даже в аудитории абсолютно. Согласна, согласна. Поэтому 400 миллионов человек в подписчиках в инстаграме. Очень быстро растет сеть. Очень быстро растет. Потом не забывайте. Вот те, кто сейчас молодые. Вот кто-то говорит, там слишком молодые сидят. Нет. То, что они сейчас молодые, они через 2-3 года будут уже не совсем молодые. Они будут немножко взрослые. Они уже будут немножко понимать. Они уже будут стремиться развиваться, чего-то хотеть, в чем-то разбираться. И всегда работаем до потенциального клиента. То есть мы не работаем ежеминутно, ежесекундно. И вот это вот набрать миллион подписчиков и денег срубить. Нет. Мы не работаем. Да. Вопрос. Мне может быть советовала такую штуку. Она будет специальная или которая накручивает счетчики. Да. Это эффективно? Или это холодные звонки, которые не продуктивны? В нашем случае это не эффективно вообще практически. То есть это не работает. Вот. Потому что вы наберете каких-то там ботов, каких-то непонятных людей, там вот этих подписчиков. Они нам не нужны. Мало того, они очень быстро еще могут отписаться от вас, а фактически они вам тоже не нужны. Ну, то есть поэтому, смотрите, вы сначала делаете какой-то контент. Вот. Сначала пишите тексты и фотографии. Давайте хотя бы один месяц или два месяца. Через какое-то время я вам напишу программку, называется Инстафло. Вы зайдете в эту программку, она четыре дня или пять дней там сколько-то дает бесплатно. И она вам накрутит подписчиков по хэштегам. Буду сейчас рассказывать подробно про это. Либо по человеку. То есть вы можете, например, взять и сказать там, вот у Ирины Хмелевской вот есть подписчики, мы хотим всех ее подписчиков. И она вам всех подписчиков ее лайкнет. Или там, ну, задружит, вот, зафоллоуит. И через день можно отфоллоуить их же. Ну, правда, отфоллоуит она всех. Ну, то есть у вас будет там сначала много подписчиков, потом будет мало подписчиков. Ну, в смысле, вы на кого подписаны, да. Вот. Это такое называется массовый фоллоуинг. Но, еще раз говорю, у нас очень специфичная профессия. Мы психологи, мы коучи. Нам вообще важен индивидуальный подход. Ну, то есть нам вообще важны вот эти вот касания. И важно, что мы пишем и для кого мы пишем. Потому что, хорошо, ну, подпишется там. Пусть там даже десять тысяч будет подписчиков. Ну, подпишется из этих десяти тысяч там сто человек реальных людей. И там остальные просто для количества. Ну, это не интересно. Нам же важно действительно продать нашим людям. Важно, чтобы подписались именно наши какие-то люди. Поэтому, я еще раз говорю, вы создаете тексты короткие. Про тексты вот, ну, в прошлый раз я все рассказывала. И там очень подробно, как создавать тексты, чего они начинаются, как писать. Сейчас тексты, подчеркну вот эту вот сериальность. Я про нее говорила, да. Создавайте, как сериалы. Прям вот это вообще очень клевая штука. Сериалы. Когда вы создаете там сериал, например, «Секреты богатых людей». Ну, это на тему денег, да. Ну, хорошо, давайте там про женщин, давайте ближе к теме. У тебя какое-то, может быть… Рождение женщины. Рождение женщины. Инициация женщины. Инициация женщины. Да. Инициация. Инициация. Расскажите, прям, подробно, прям, про инициацию. Вот здесь очень важно, смотри, не жадничать, а поделиться информацией вообще всей по максимуму. Понимаешь, вот сколько бы я не делилась информацией, я могу все рассказать бесплатно. В сети, в открытом доступе, в прямых эфирах, там все равно. Вот могу все рассказать и все равно клиент придет. Понимаешь? Это не важно вообще, все ли я рассказала. Или там вот кто-то говорит, я не могу рассказать, это секрет. А что тогда делать с тем, что вот человек, я сама как попалась, у меня было прямо лишь такое сожаление, когда вроде бы я послушала, да, мне понравилось. Потом я думаю, вот это бесплатно, о, как полезно. Я думаю, я заплачу деньги и получу в пять раз больше. А в итоге я плачу деньги и получаю то же самое. И вот как с этим быть, ну, когда я как клиент, да, я понимаю, что раз бесплатно столько даю, то за деньги дадут больше. С этим быть как? Что ты имеешь в виду? Ну, это, знаешь, когда теперь я предлагаю, как будто у меня есть такое понимание, что я бесплатно даю что-то такое общее и как-то интригую, да, и за деньги я что-то даю, ну, это должно быть, ну, как что-то еще лучше, чем бесплатно. Вот так. И это как будто больше пользы, да, или что-то. Смотри, я даю бесплатно, там, я даю бесплатно, например, либо там вебинары провожу какие-то, либо прямые эфиры провожу, либо тексты какие-то пишу, даю бесплатно. Но клиент ко мне приходит индивидуально, он ко мне приходит индивидуально, там совершенно другое. Это консультация, да, и он получает совершенно другое энергию, он получает фокусировку на своем. А если это группа, и там тогда можно что-то попрекать, какая-то замуж? Группе он при помощи получит. Группе он при помощи получит. Ну, смотри, в группе вот у нас была открытая встреча, очень много людей пришли, все, получили, что-то получили, а дальше я беру действительно уже за конкретику какую-то, то есть здесь я уже вот там давала тексты, да, я практически, ну, что там, сел, да, индивидуально поработала, мне было важно, чтобы действительно сконцентрировались, поняли, что такое целевая аудитория, что такое ниша, и как писать. Это тексты прямо уже индивидуально с каждым. Ну, то есть это фактически, ну, как, это не может быть уже вот та групповая бесплатная работа, потому что здесь я уже больше внимания уделяю действительно каждому человеку, который, ну, заплатил. Да, хорошо, для каждого более узко. Более узко, да. Но даже если бы ко мне пришли 80 человек, там, за плату, на те же тексты, там, или еще что-то, то я бы точно так же, ну, выложилась по полной, там, максимально, рассказывая вообще какие-то тонкости, фишечки, которых я в бесплатной лекции просто физически дать не могла. Ну, то есть точно так же, там, сейчас я про Инстаграм рассказываю, но я не могла это все уложить вот в бесплатные вот эти, там, два часа, которые у нас были. Ну, и опять же, я все-таки, ну, ссылаюсь все время на индивидуальный подход в личном консультировании, потому что, ну, человек приходит с какой-то своей проблемой. И я уже всю систему перестраиваю под него, он приходит с конкретным запросом. Да, у меня есть, там, книжка, да, вот это, там, курс, видеокурс и книжка. Люди могут смотреть, люди могут что угодно делать, но когда я работаю индивидуально с каждым, они каждую неделю у меня задания делают, на следующей неделе они приходят, у них уже вся вот эта, там, и книжечка, и видео все там уже просмотрено, и уже все задания выполнены. И плюс я еще даю какие-то новые знания, я же постоянно учусь, ну, то есть, ну, как, все время еще что-то рождается. Мало того, я что-то прочитала, там, за эту неделю клиенту что-то дала, свое, другому клиенту что-то другое даю. Ну, то есть нет такого, что постоянный какой-то поток, это же река, это же все время течет, и все время информация какая-то новая, новая. Поэтому даже я завтра приду, я по-другому лекцию про инстаграм прочитаю, я еще что-то новое узнаю про это. Поэтому здесь точно так же. А куда возраст в инстаграме все-таки? Молодые, я вот рассказала, да, ты ходила, да, я рассказала, что это молодежь. Или от 18-ти? Уже там от 11-ти до 13-ти, и ниже, и больше, у кого телефоны есть, они, по-моему, уже все ставят инстаграм, да, и это, ну, вот они фотографируют все подряд. До 30-ти или больше? До 30-ти или больше? Еще может быть и больше, потому что, еще вот говорю, там очень много мам, молодых мам, которые, ну, действительно сидят с детьми, они инстаграмят, они делают бизнес там очень хорошо, очень многие мамы раскручиваются просто на детях, на видео, на фото, потому что это дети, это всегда мило, их снимать очень хорошо. И они делают все еще бизнесы, они еще там сетевиков очень много в инстаграме, ну, то есть, в принципе, вполне нормально, да, интересные очень многие, путешественников очень много. Ну, вообще, то есть, это же международная сеть, то есть, это не только Россия, потому что очень много иностранцев, и можно работать с иностранцами, если кто-то говорит на языках. И писать на английском языке, путешественники пишут на английском, наши даже русскоговорящие пишут на английском. Итак, еще раз, давайте вернемся, вот, тексты сериала, то есть, вы придумаете какой-то сериал, у меня есть сериал, там, один день, одна фишка, и я вот его прям, один день, одна фишка, и я даю что-то полезное по личной эффективности, один день, одна фишка, или фишка дня, там, он называется, ну, название такого, фишка дня. И пошло там, я даю каждый день какую-то полезную практику и технику. Еще раз, вам кажется, что это уже все знают, на самом деле, никто этого не знает, ну, то есть, вот, даже, я думала, да, например, что, ну, про Инстаграм все знают, что это фото, тексты, там, видео, одна минута, ну, то есть, даже среди нас все равно находится, ну, человек, который спрашивает, а сколько видео, а что там, как снимать. Ну, то есть, это точно так же и здесь, когда вы даете какую-то полезность, совершенно не значит, что ее все знают. Вы крутитесь в своей области, вы психологи, и вам кажется, что уже все все про это, уже, там, про травму все давно изучили, и как из депрессии выйти тоже все все получили, здесь нет такого, поэтому вы придумаете свой сериал и пишите. Субтитры создавал DimaTorzok